Стать лучшей версией себя. В регионе продолжается чемпионат WorldSkills Russia. Молодые люди преодолевают свои слабые стороны, чтобы стать настоящими профессионалами. Наталья Дуркина расскажет подробнее. Точность в каждой мелочи. Второй день участники компетенции «Электромонтаж» готовят свои конкурсные работы к сдаче. Дмитрий Кириллов уже выполнил половину задания. Юноша идет по графику. Ну, особо на победу я не рассчитываю. Но если постараюсь, то думаю, смогу занять хотя бы третье место. У нас вся эта профессия идет, так скажем, больше на управление, нежели на самоустройку. Поэтому, ну, с самого лета, ну, у юношества, мне нравилось управление, так скажем. Вот я и решил заняться этим делом. Ответственно. Задание рассчитано на три дня. Каждый участник, а их здесь шестеро, за общее время – 20 часов. Должен правильно установить все детали. В это задание входит установка кабельносущих систем, установка осветительного оборудования, управление этим оборудованием, установка двух щитов. Один щит у нас полностью управляется электродвигатель, занимается управлением электродвигателя. Второй щит управляет освещением. И эта вся работа выполняется три дня за 20 часов. Готовая работа будет оцениваться уже завтра, после того, как завершат устройство щитов. Кто насколько освоил программу подготовки? Кто может справиться со стрессом, который тоже их выводит из зоны комфорта? Все-таки это работа на время, это работа под присмотром нас, сторонних наблюдателей. И люди для них новые. В Нинецком профессиональном училище проводят чемпионат в двух компетенциях. Это электромонтаж, а также сантехника и отопление. На последнюю было подано пять заявок. К сожалению, сегодня один участник по медицинским показаниям выбыл из чемпионата. Остальные продолжили установку систем. Задание рассчитано на восемь с половиной часов. В результате ребята должны получить систему, то есть это монтаж. Система горячего-холодного водоснабжения, систему водоотведения, установку застенных модулей и сантехприборов. Второй день чемпионата ребята проверяют собственные силы в своей профессии. Конкуренция, по словам педагогов, отсутствует. Самое главное – превзойти самого себя. Очень большое волнение, очень большое у ребят, конечно же. Здесь даже не состязательность друг с другом, они все друг друга знают. Наверное, момент того, насколько я смогу все выполнить. И, конечно, волнение большое. Во-первых, у него вообще очень сложно бывает оценить. Кто-то вроде бы немножечко вперед ушел, кто-то побольше сделал, кто-то меньше. Иногда они рывок дают на второй, некоторые на третий день. Поэтому здесь очень сложно. Но ребята все очень хорошо стараются, они готовы. И, конечно же, каждый из них хочет быть лучшим. Это однозначно. Оценивают работу конкурсантов порядка 130 экспертов. Это мастера производственного обучения, преподаватели профессиональных образовательных организаций и представители предприятий и организаций региона. Эксперты у нас прибыли. То есть они не наши работники. Кроме того, у нас и экспертами на каждой площадке, представители от работодателей, предприятий, которые у нас есть вообще здесь в округе. Добавлю, четвертый региональный чемпионат WorldSkills Russia в округе объединяет более 100 конкурсантов. Студентов учреждений среднего профессионального образования, а также школьников. Наталья Дуркина, Антон Андряков, Телеканал Север.